Доброе утро! С вами Мария Сухова с целым саквояжем впечатлений. По-моему, мы с вами провели прошедший год с большой пользой. Получили массу интересных сведений о нашем северном соседе. Посещали музеи, выставки, фестивали, конференции, знакомились с интересными людьми. В поисках новых сюжетов проехали почти всю Финляндию и в конце концов остановились на берегу моря, задумчиво глядя вдаль с вопросом, а что там за горизонтом? Что скрывают эти острова, чьи еще берега омывают суровые волны Балтики? И не отправится ли нам по этим волнам дальше на запад? Сказано, сделано. И вот мы в праздничном Стокгольме. Скандинавская Венеция, красавец на воде. Все эти поэтические названия не отражают полностью того впечатления, которое производит город, вольготно раскинувшийся на 14 островах. Несомненно, что вода – одно из главных украшений Стокгольма даже зимой. И не только украшение, но и причина возникновения будущей столицы именно в этом месте. Здесь, где в Балтийское море впадает озеро Малорин, возник город, первое упоминание о котором датируется 1152 годом. В те далекие времена он был стратегическим центром и крупным торговым городом. А в 1634 году был официально назван столицей Швеции. Как и остальная часть этого северного государства, Стокгольм был не тронут последними войнами. Вот почему здесь сохранилось много зданий еще с 15 века. Мы приехали в Стокгольм в декабре. В это время в городе царит особенная атмосфера. Столица Шведского королевства наряжается в преддверии зимних праздников. Хотя темнеет уже очень рано, вечерний Стокгольм просто залит светом. Ёлки, гирлянды, свечи в окнах жилых домов. Ну а что касается витрин больших магазинов, то в эти дни они становятся одной из достопримечательностей Стокгольма, притягивая и туристов, и горожан, одержимых предрождественской лихорадкой. Не отстают от них и палатки рождественских базаров, раскинувшиеся в старом городе. Как хорошо, что самое холодное и темное время года украшено разноцветными огнями демних праздников. В Стокгольм мы приехали в декабре не только полюбоваться на город в канун Рождества. Именно в декабре здесь происходит событие, к которому в течение целого года готовится весь мир. В деловом и торговом центре Стокгольма Хётргенте находится концертный зал, где не только выступают оркестры, ансамбли и хоры, но и совершаются торжественные церемонии. Одна из них известна всему миру. Каждый год 10 декабря здесь чествуют лауреатов Нобелевской премии. Премии лауреатов, диплом и медаль вручает шведский король. На церемонии присутствуют королева и члены королевской семьи, министры, высшие чиновники, послы, журналисты. Лауреаты, а их всегда 15 человек, произносят Нобелевскую речь. Банкет устраивается в королевском зале ратуши, где собирается несколько сот гостей. Нобелевская премия присуждается с 1901 года. Ее учредитель Альфред Нобель, гениальный изобретатель динамита, за год до своей смерти 27 декабря 1895 года в шведском клубе в Париже подписал свое знаменитое завещание. Ответственность за управление делами, за сохранение финансовой основы, за выборы лауреатов несет специальный Нобелевский фонд. Жизнь и деятельность семейства Нобелей неразрывно связаны с нашей страной. Здесь в конце 19 века братьями Нобель была создана гигантская промышленная империя. Производство станков, пароходов, дизелей, оружия. Первая в России нефтяная компания. Все это было делом жизни трех братьев – Альфреда, Людвига, Роберта. Летом этого года наша съемочная группа делала сюжет о загородной усадьбе семьи Нобелей. Она находилась под Выборгом, практически в современном поселке Ландышевка, нынешней Ленинградской области. Это место было связующим звеном для нескольких поколений семьи Нобеля. Один из потомков, Людвига Нобеля, Питер Нобель Олейников, увидел этот сюжет и пригласил на Стокгольм посетить его квартиру и ознакомиться с уникальными архивными материалами, рассказывающими об истории Алла Кириллы, бывшего имения семьи Нобелей. В конце 19 века усадьбу Алла Кирилла купила глава многочисленного семейства Нобелей Эдла, вдова Людвига, инженера, изобретателя, предпринимателя и мецената. Старое имение при ней совершенно преобразилось. Она пригласила для строительства нового дома известного архитектора Густава Нюстрима. Оригинальное кирпичное здание, выстроенное по его проекту, получилось большим и удобным. Бельэтаж занимали парадное зало с зеркальными стенами, великолепное столовое зало и несколько богато декорированных приемных. В глазах местных жителей особняк Нобелей выглядел королевским дворцом. До Октябрьского переворота в России Нобели зиму проводили в Петрограде, в Кирилла приезжали только летом. А потом, потом усадьба стала местом их спасения от большевиков. Сама Эдла и почти все члены этого большого семейства уехали в Стокгольм. Все, что было создано тремя поколениями Нобелей в России, было для семьи потеряно. Но не так-то просто было сломить этих людей. Жизнь в Алла Кирилла продолжалась. Здесь остались младшая дочь Людвига и Эдлы Марта и ее муж Георгий Олейников. При них имение Алла Кирилла процветает. Марта Людвиговна Нобель Олейникова – известная деятельница медицины. Но не менее значительной и оригинальной фигурой был ее муж. Ведь именно благодаря ему в усадьбе появилось совершенно уникальное сооружение, аналога которому мы не смогли найти нигде. На одном из живописных островков, которые в большом количестве разбросаны вдоль берега, Георгий Олейников разбил небольшой сад и превратил его в чудо. Сад окружили по периметру стеной на каменном основании. Высокие стены в 2-3 метра препятствовали проникновению внутрь мух и вредных насекомых. С южной стороны в стену были сделаны стеклянные окна. И все это сооружение превратилось в полуоткрытую теплицу. Здесь также была небольшая оранжерея, в которой выращивали виноград, персики и кукурузу. Это образцовое по всем показателям хозяйство поражало смелостью замыслов, дерзостью исполнения и примером трудолюбия. А потом наступил 1939 год, и все кончилось. Войны, бомбежки, обстрелы, миграция финского и советского населения. Не по своей воле покинула семья Нобелей Кириллу. Все эти годы члены семьи с благодарностью вспоминают дом, который продолжает объединять их. А это значит, что история Кириллы не может закончиться. И право слова верится в возрождение этих необыкновенно красивых и памятных для нашей истории мест. Предпраздничная декабрьская суета. Встреча Нового года, последующие за ней Рождество, святочные праздники, зимние каникулы. Волшебное очарование этих дней дарит нам хорошее настроение, которое мы постараемся сохранить как можно дольше. Мы с удовольствием и уверенностью строим планы на Новый год, которым суждено сбыться. Я это точно знаю. Это была программа «Саквояж впечатлений» или «Как там за границей». Встретимся после моего следующего путешествия. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!